Кредит под свое имя. Оплатила своему возлюбленному ремонт. А сказал, Светка, замуж за меня иди. Но он не сказал, но он мне сказал. Честно. Волшебные слова. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Где моя сосиска? Я есть хочу, я с работы пришла. Я тебя люблю. Я Лариса Гузеева. Это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Илья, Юрий и Виктор. А невеста у нас Светлана. Здравствуйте. Проходите. Светлана. 33 года. Через месяц после знакомства с мужчиной решила оплатить ремонт в его квартире. Но вскоре была выставлена за дверь. Светлана менеджер проектов в строительной компании. Имеет звание младшего лейтенанта и академическую степень МВА. Предупреждает, что ее командный голос не соответствует ее характеру. Светлана старается обходить стороной кавалеров, у которых слишком много свободного времени, а также не видит в себе женой иностранца. Выйдет замуж на мужчину с принципами, который состоялся в профессии и мечтает о семье. Привет, девчонки. Здравствуйте. Какие вы все нарядные. И с пирожком пришла. Да, да, да. Разрешите, пожалуйста, вам подарить вот эти цветы. Голос какой у вас поставленный. Ну, файкай, красавица. Берем, берем. Девчонки, ну так вот честно признаться, я, конечно, читала вашу историю и думаю, какая дура. А потом думаю, а сколько я таких дурацких поступков совершила в своей жизни. Взяла кредит под свое имя, оплатила своему возлюбленному ремонт. Просто содержала. Да, для чего мы это делаем? Вот, конечно... А я еще откупные давала, чтобы только отвязался за деньги. Я даже вот сейчас не могу понять, для чего мы это все делали. Ну, делали все, по-моему. А если откажешь? Неприлично как-то. Ведь я же с тобой не за денег, поэтому на, бери все, что у меня есть. А есть умные, в отличие от нас, которые говорят, я своему мужчине дороже, чем 2 рубля, подарок в жизни не сделала. Я ему говорю, это плохая примета. Вот однажды я подарила любимому дорогой подарок, и мы с ним расстались. И больше я, дорогой, ни подругам не делаю, ни родителям, никому плохая примета. Супер. Не хочу расставаться. Молодцы. А вы вот из наших будете, из дур. А он просил вас об этом, или была вот такая вот чистая добрая воля? Это была чистая добрая воля, от души. Ох, какое голосовка, детка моя. По утрам, наверное, кофе с курятинкой, да? Да, и гимн Российской Федерации. Зато с утра точно не проспишь. На самом деле, все это было от души, и я просто видела, что человек на самом деле влюбился в меня, я в него влюбилась, потому что, наверное, настолько я хотела вот уже семью, уже какой-то свой угол, что когда он мне показал стены и делающийся пол, ну, я видела в процессе разговоров, слышала там с его семьей, он меня познакомил, что, ну, не хватает ему финансов. А сказал Светка, замуж за меня, иди? Ну, он не сказал, но он мне сказал эти волшебные слова, я тебя люблю, и я тут растаяла, конечно же, и подумала, ну, все, вот она, наконец-то вот этот вот мужчина, мои мечты. И до того, чтобы сделать предложение, только маленький шажок нужен в виде вливания в общий дом. Он никаких условий не ставил мне, и на самом деле он мне сказал... Нет, конечно, это абсолютно ваша была дурость. Да, фишка, фишка вот эта вот, я так воспитан, я не могу принимать финансовую помощь от женщин, да. И, конечно же, здесь, конечно, хочется прям помочь человеку, и, естественно, за три месяца мы завершили ремонт, и мы туда въехали. Очень интересно, как у нее голос, когда она что-то пытается ласково сказать, если у нее такой голос в жизни, типа, ну, да, то, что она там, зайчик, зайка, как-то. Да, зайчик. Когда с чемоданами въехал туда к нему, он не офигел, нет? Так я же постепенно, то маленькую сумочку, то носочки, то гель для душа, то ему какой-то подарочек. То есть это было постепенно, это не было так, вот я приехал с чемоданами, принимая, какая я есть. Ну, он так этому как? Не говорил, Свет, что ты все по одним трусам-то приносишь, уже принеси всю недельку. Нет, он так не говорил, на самом деле, то есть его все устраивало. Вот на поверку, на поверхности его все устраивало, на самом деле. Ну, это опять же ваше умозаключение, Свет. Ну, мы же общались, то есть он же мне не сказал, не надо ввозить свои вещи. Ну, это же было неловко, вам неловко было ему не дать деньги, чтобы он на пустом полу спал, а ему неловко было сказать, Свет, ну, хорошо, денег дала, спасибо, отдам, верну, когда-нибудь, следующим летом. Платье какое-то другое, потому что платье такое. Платье на платье, здесь маленькое кольцо такое висит, ну, пожалуйста. Потом сам купчин. Она тебе денег даст, а ты не возьмешь, короче. Ну, хорошо, вот уже все, въехала туда, что там началось? Въехала, сначала мы въехали, у нас не было кухонной мебели, то есть у нас была ванна, туалет и кровать. И, соответственно, до такой степени я вот хотела семью, чтобы мы не расставали, что у нас... Еще взяла кредит? Нет, 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 не то, что кредит, я даже из столовки, которая у нас на работе, я таскала еду, чтобы только дома, чтобы только вот мы вместе... Какие же мы дуры. Да, а потом взяла кредит, чтобы купить вот эту кухню, заполнить. Ну, из этих кредитных, правда, мы вернули мне часть денег, потому что уже разговоры шли об этом, уже на стадии конфликтов мы находились. Конфликты из-за чего? Конфликты из-за того, что я чувствовала себя опустошенной. То есть однажды, возвращаясь от мамы, вот я просто произнесла такую фразу. Возвращается игровой одни ворота. Вот, совершенно верно. То есть я ему сказала, ты знаешь, я чувствую себя опустошенной морально, психологически и финансово. А он не сказал? Детка, а кто тебя просил об этом? Ну, такой... Тебе было самой в кайф все это делать, я тебя не просил. По тех, кто такой, тебя никто не просил, да, тебя никто силком не тянул. Я, говорит, вообще сделала ошибку, что я показала тебе эту квартиру, надо было вот как мы встречались, так и встречались. И это наш опыт, моя девочка. Да. И я это совершила, такую глупость, и Роза, Василиса нет, Василиса жадная. Она только с рукой может деньги отдать. Только ей всегда, не с меха бриллианты, а она нет. Но мне тоже понравился этот ход по поводу плохой приметы. Да, приметы это ко мне, да. Мне кажется, это бред. Мне кажется, бред, когда женщина пытается тянуть что-то деньгами. Это неправильно. Мужик должен зарабатывать деньги и нести их в семью. А осталось в накладе? Вы знаете, в накладе доверительный, как бы, кредит, да, образовался, который он должен выплатить. Но при нашей последней встрече он сказал, что я надеюсь, ты считаешь меня порядочным человеком, глядя мне в глаза. Я выплачу эти деньги. Я говорю, я считаю порядочным тебя человеком. А сейчас бы как-нибудь с адвокатом там распишу. А он что скажет? Он скажет, детка, тебя кто-нибудь просил, не просил. А чеки не остались у вас? Вы знаете, договор-то оформлен на меня, на самом деле. Ему-то что? То есть у него... Нет, ну чеки, я имею в виду, кухню вы купили. Хорошо, он скажет, снимай обои и плитку. Он все к себе в папочку сложил, очень педантично, аккуратно. Нет, но потом он хочет чувствовать себя порядочным. Это дает надежду все-таки, что... Прямо порядочный. Сейчас он порядочный, завтра он придет какая-нибудь, и все, и все порядочно закончится. Нет, я все-таки рассчитывала на благо надежности, я не потеряла веру в людей. Потом у него семья очень хорошая, они приняли место с растертыми. Свет, какую веру? Сама накосячила, сама сделала одну глупость за другой, некого винить, кроме себя. Сама виновата. А сколько еще кредита выплачивает? Выплачивает в течение пяти лет, по поводу суммы я буду уточнять на днях, но в конце суммы набегает около 900 тысяч. Каждый для себя выбирает сам дорогу, но она считала, что ей хочется сделать мужчине приятно, почему бы и нет. Но есть ощущение, что больше такой глупости не совершишь? Ощущение есть, я проанализировала ряд ошибок, что на самом деле женщина, основной вывод, женщина должна быть женщиной. Мужчина локомотив, женщина за ней. Что у вас сейчас есть? У меня что есть в каком смысле? Ну я имею в виду образование, профессия. Образование есть, профессия есть, работа стабильная. Где живете, в Москве? Живем в Москве, живем с родителями, с сестрой, с младшей. Соответственно, у меня есть автомобиль, но я этим как бы не кичусь. Я даже не кичусь своим образованием, потому что порой это пугает мужчин. А зарплата неплохая? Зарплата хорошая. Никому только больше об этом не говорите? Да. Девушка, которая должна воспитывать детей, у нее должно быть хорошее образование. А вот ваш бывший-то, он тоже вам ровнее был, хорошим образованием? Вообще, чем он занимался? Вот вы знаете, есть такая прекрасная фраза, уровень притягивает уровень. В данном случае я притянула антиуровень. То есть, по-моему, он без высшего образования, и профессия у него странная. Ну то есть, человек совершенно не интересующийся... Мусоросборщик, что ли? Какая странная? Мусоросборщик? Нет. Персональный водитель. То есть, крутит баранку шофер. Свет, я считаю, конечно, должен быть мужчина взрослый, солидный, умный, статусный, интересный, который будет вами гордиться, потому что есть чем гордиться. Вы, конечно, распугиваете своим командирским голосом, но я понимаю, что это просто такая физиология. К вам это не имеет никакого отношения, что вы мягкий, мягкий человек, ранимый, семейный, судя по всему. Хорошая подруга, красавица. Будем такого сказать. Реально, ее мужик уже 40, 43, 40-45, но это точно не я. Звезды говорят, что наша героиня, как и большое количество наших соотечественниц, любят в мужчинах мощь и силу, но, к сожалению, мощь и силу внешне проявленную физическую. Все девы, родившиеся в 70-х годах и в начале 80-х, к сожалению, обладают одной большой проблемой мировоззрения. Там в гороскопе квадрат Солнца и Нептуна. Они мелкое ценят больше, чем крупное иногда, чем большое. И зацепляясь вниманием за какие-то мелкие детали в образе мужчины, способны делать выбор в пользу них, забывая о том, что он должен еще что-то и глобальное в семью делать. Поэтому, если вам нравится, как он вас подхватывает под бачок или красиво окурком стреляет куда-то в урну, то нет, это вот именно отдельный конкретный кластер. У тебя в гороскопе нет квадрата Солнца и Нептуна. А, ну я тоже на это обращаю внимание. Я тоже легко покупаю. Но про глобальное не забываешь. Ты умеешь выделять приоритеты. А это те люди, которые действительно внимательны к мелочам, но большую могут упускать, к сожалению. Мне кажется, вот такие женщины все на этой жизни. В общем, мы сегодня должны с вами развеять обаяние мелочей. Вот именно обаяние мелочей, сконцентрировать ее на главной. Хорошо, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Вас как и кормить подручила. Нет, я еще... По ночам мы кормимся. Днем не кормимся, а по ночам кормимся. Здравствуйте, Светлана. Меня зовут Илья. Это вам. Спасибо. Познакомьтесь с моим будущим мужем. Спасибо. Илья, 32 года. Родился в семье военных. Работает менеджером в рекламном агентстве. Увлекается охотой, играет в хоккей и каждый вечер делает зарядку. Гордится своей дочкой. Мечтает познавать мир с любимой женщиной. В браке со своей женой Илья приобрел немало седых волос. Но решение о разводе принял совсем по другой причине. Надеется, что со Светланой он будет счастлив. АПЛОДИСМЕНТЫ Так вы сами себя довели до седых волос в браке или жена помогла? Супруга помогла мне. Благополучно. А женились по любви? Во избежание того, чтобы была неполноценная семья, скажем так, чтобы... То есть по залету, да? То есть она забеременела? Ну, скажем так, да. Ну, такой спокойный парняга. А ответственная, видимо, судя по сути. Она орала на ребенка. От усталости? Вы знаете, были просто конфликтные ситуации в том, что... Ну, я просто очень много в тот момент работал, да, и у меня не было возможности, скажем так, может быть, больше внимания уделить. А она уставала, растолстела после родов, начались комплексы, началась ревность, да? Ну да, у нее как бы вот такие вот комплексы в ней, внутри, в самой, как бы я их как ни пытался убить, и не получалось. А сколько было ребенку лет, когда она на него орала-то и срывалась? Ребенок, вот развелись мы, год был, ребенку исполнился, да, срывалась она, но на протяжении всего времени, потому что уже как бы, ну, своими скандалами она во мне убила, какие-то чувства, какое-то тепло, которое могло быть... Нет, это она на вас срывалась, а на ребенка, как на грудного-то можно срываться? И на ребенка параллельно так же, ну... На грудного? Ну, на маленького кричать, что-то, не знаю... То есть, значит, вы работали... Может быть, от усталости? Да, от усталости. Вы работали на двух работах, приходя домой, после одной работы, помогали ей с ребенком. Мыли, убирали, стирали, кормили. Потом уходили на другую работу. А она что делала в это время? Ну, у нее было занятие ее любимое, это социальные сети. Там она проводила свое время все, там ее понимали, там ее видели такую, какая она есть, и всем все нравилось. Да, блин, нормально у тебя была девчонка, зря ты ее бросил. Да. Ну, стоит на улице, ждет тебя. Ну, классанка тебя поджидает. Тылюшка, вернись. Сейчас ваша бывшая живет в вашей квартире? Нет. А где она? Ну, она живет у себя. Я живу у себя. Помогаете? Ребенку. Вы москвич? Нет. Нет, откуда вы, с юга? Да. Откуда? Кашир. Кашир, это подмосковье, когда? Ну, это условный юг такой. Да, вот с юга. Я-то думала, с юга, с Кубани. Ой, да ладно. Вам нравятся, Светлана, вы ровесники? Да, внешне. Абсолютная красавица. Безусловно. А вы, ну, Москва, Кашир, хоть недалеко, на чью территорию выберете? То есть, к вам? Нет. Я приеду только к мужу. Скажите, а бывшая не претендует на вашу квартиру? На смысл какой? Все было до брака. Все было до брака, то есть, поэтому... А ребенок прописан где? В квартире. В вашей? Нет, у нее. Почему? Ну, так захотели, когда получала. Илюшенька, вот секундочку, я все-таки квартирный вопрос хотела решить. Значит, у вас однокомнатная, да? Нет, двух. Двухкомнатная. Вы отдельно живете, да? Да. Отдельно. Значит, вы туда. И опять будем благоустраивать? Нет, я надеюсь, въехать уже в благоустроенное гнездышко. Хватит благоустраивать. Нет, минуточку. У него такое, какое оно есть. Нет, ну вот что касается... А его вполне устраивает. Тебя вполне может не устраивать. Нет. Ты будешь его заставлять, чтобы он облагоустроил? Ну, что значит благоустраивать? Там стены есть, мебель есть, правильно я понимаю? Да, конечно, все есть. Ну, вот это вот женское прикосновение, да, вот это оно должно быть где-то. И опять у тебя снова здорово, опять его территория. Нет. Обоев не будет, полов не будет, мебели не будет, все. Будешь жить, что есть. Буду жить, что есть, и в процессе совместной жизни, если мы примем решение совместное... То есть надо все выкинуть, оставить туалет и диван? Нет, она покупать не хотела бы это для вас. Она хотела бы, чтобы это уже было. Ни в коем случае, я не хотел бы, чтобы для меня что покупало. Вы платите алименты. Вообще, как вы относитесь к тому, что есть ребенок? Нормально. Я отношусь, если мужчине 32 года, мне кажется, это нормально, когда в таком возрасте у мужчины есть дети. Страшнее, когда в 39 у человека ничего нет с душой. Более того, человек демонстрирует себя как ответственная личность, раз он платит алименты. Хуже вот эти вот бегунки, которые от алиментов скрываются, на них же он и в суд подает. То есть я не против, как бы, чтобы человек платил алименты. А вы готовы к тому, что нужно торопиться, Светлане, и пару детишек прямо в ближайшее время? Я вообще насчет детей против-то ничего не имею. Наоборот, это дети, это цветы жизни. Я думаю, я его произойду на несколько шагов вперед. Тем более у нее друзей нет. Тем более у нее нет друзей, а тем более я так хочу попробовать ее пирог. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736. В любое время. Пока реклама. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Свидание наедине? Пожалуйста, пожалуйста. Проходите. Вкусно. Очень вкусно. Это тебе можно. Да, я знаю, я просто стесняюсь есть. Говорят, ты из семьи военных? Да. Как это отразилось на твоей личности? Ну, когда был маленький, наблюдал, как очень быстро по тревоге собирается. Ты так же будешь нас собирать всех быстро? По тревоге? Смотря куда? Ну, я не знаю, смотря куда. Ну, вообще в целом, по жизни. Скажем так, каждая ситуация требует своего решения. Поэтому я думаю, что здесь уже надо по ситуации, уже по существу. А если я буду, допустим, практически перебила, опаздывать на 40 минут на свидание, ты меня убьёшь потом? Зачем? Мне кажется, Света его задавит. А что, нам такой нужен? Своим интеллектом? Каким интеллектом? Знаете, в браке интеллект очень редко становится поводом для того, чтобы как-то не садись в про мнение. На самом деле, неравенство, некоторое неравенство семьи только сближает, и в интеллекте иногда, и это частенько бывает. Но тут важнее другое. Вам не показалось, что он довольно язвительно говорил о своей бывшей супруге? Не показалось ли, что он человек не очень душевный? Возможно, да. Я на это обратила внимание. То, что поскольку он о своей супруге так отзывается, он может потом в дальнейшем также о Светлане отзываться, если что-то не завладится. Да бросьте, достала она его. Возможно, он сам был провокатором. То есть это с его стороны. Какой провокатор? Мужик работал на двух работах, еще за детем следил, а она сидела в соцсетях. Какой провоктор? Это по его словам. Это же он со своей колокольни говорит. Маленький ребенок требует большого внимания, и все мы про это знаем. А я вижу в его гороскопе «Соединение солнца» с Марсом в близнецах, эти мужчины остры на язык. Я думаю, что он мог вернуть пару фраз про новую фигуру жены после родов. Она могла в комплексы вагнаться и уйти в эти сети социальные. Ничего, ничего. Я вот вообще у меня муж на кухне жил, и я его даже не дергала. Придет, слава тебе, Господи, лишь бы только не приставал со своим супружеским долгом. Понимаешь? И что, на его завтрак на работу идти, деньги приносить. Какие социальные сети в этом, когда хочется бесконечно спать? Нет, дорогой, не садитесь, сразу показывайте сюрприз. Тогда мне нужна Светлана. Пожалуйста, даже без меня. Да. Светлана, я хотел бы с вами попробовать такую жизненную домашнюю ситуацию, да? Ну, скажем так, проиграть ее для того, чтобы в жизни они не случались. Либо по максимальной возможности случались, максимально редко. А в чем она заключается? Ситуация будет заключаться в том, что вы приходите с работы, усталая. Все, я поняла. Ну, а я мужчина, лежу на диване, играю в телефон. Вам нужна моя реакция. Ну, да. Привет, дорогой. Привет. Привет. Я дома, привет. Я с работы приехала. Опять в соцсетях сидим? Да нет. Ты совсем обалдел? Я из дома. Я с работы пришла. Ты будешь меня кормить вообще? Пожалуйста, не ругайся. Все хорошо. Где моя сосиска с горошком? Дорогая, все решаем. Ну, успокойся. Ты же такая солнышко. Так красиво. Ты хотя бы встал бы. Ты бы меня обнял и поцеловал. Вообще я не понимаю вот этого. Ну, сделаю. Присядь, пожалуйста. Я тебя слышу. Можешь убрать эту штуку. Могу, но пока не буду. Ты же такая красивая. Я хочу об этом кричать. Кричи. Кричу. Кричи. Я люблю тебя. Где моя сосиска? Я есть хочу. Я с работы пришла. Я люблю. Мне все равно я голодная, понимаешь? Да. Ты понимаешь? Да, дорогая. Я деньги зарабатываю, но приношу. Где моя сосиска? Дорогая, все сделаем. Не кричи, пожалуйста. Ты же такая солнышко. Ты такая любимая. Ну, тогда обними меня, поцелуй. Где моя еда? Сейчас найдем. Да. Да. Все у меня. Про что было? Что-то я не поняла. Спасибо большое. Спасибо. Да, чудесно разыгранная сцена, где он не обращает на нее внимания, но в глубине души где-то очень глубоко любит. Как-то мне кажется, что в браке с его бывшей на диване-то лежал Илюха. Как-то органично у него все это было. И соцсети туда же. Да, соцсети. А сосиски все нет. Такая развязная поза, мегафон для чего-то. А встать навстречу, когда любимая заходит? Просто встать. Нога на ногу. Вот они, маленькие вещи, на которые дева обращает внимание. И я на это обращаю внимание. Это большие вещи. Очень даже большие. Да самое главное, увидел, понравился, не понравился, и слушать в свое сердце то, что у тебя внутри. А девчонки сейчас наговорят. Розалия. А что? Ну нормуль. Ну че-че-че? А что-то мама мне шептала про его ножки здесь за глаза. Да ладно. А теперь в глаза. Нет, я тебе говорю, что худенькие ножки, как спичи такие. А сценической телосложке. Не нахуй. Откормить попку бы, откормить ему надо, как говорится. А мне кажется, вот эстетика в худобе. Вот мне бы такую худобу. Да ладно. Нет, он нормальный для этого. Понимаете? Сейчас себе хоть какой, как говорится. А он не такой уж покойный. Ну и что? Ну и пускай говорит. Одна может приучить на диване лежать, а другая наоборот. А у тебя, кстати, могло бы получиться, ты ему ха-ха! И пошел, и он строим. Раз-раз. Привычку ему формировать. Что, неплохой. А то мы сейчас же не сами пробросаемся. Ну вот смотрите, удивительная, я считаю, демонстрация вашего антиобраза. Говорили о том, что вам нравятся мужчины внешне физически сильные, такие брутальные. Конечно, его не отнесешь, Илью не отнесешь к этому числу мужчин. И при этом он не перестает быть мужчиной, достаточно жестким, достаточно резким. В личном общении, я думаю, что его друзья и близкие об этом знают. Скажем, довольно решительно. Вам нужно выбирать вот такую резкость и жесткость, которые не видны внешне. Но это не должен быть Илья. Все-таки и психофизика должна быть другая, и типаж немножко другой. Но мне кажется, что сегодня через нашу программу жизнь вам может показать разные образы, из которых вы потом выберете. Светочка, знакомьтесь со следующим женихом. Удачи! Привет! Здравствуйте! Ты меня совсем не знаешь, но у меня очень хорошее предчувствие по поводу нашей столовой встречи. Держит тебя. Спасибо большое. Ты очень красивая. Спасибо. Юрий, 35 лет. Заместитель директора по развитию вендинговой компании. Гордится тем, что побывал в 26 странах мира и пробежал марафон в 42 километра. Мечтает купить остров для своей будущей семьи. После первого опыта неудачных отношений Юрий пустился во все тяжкие. Надеется, что Светлана поможет ему степениться. Здравствуйте. Бедолага. Ну и как тяжело вот так вот скакать из одной постели в другую. Очень. Да? Ничего не поделаешь, девчонки. Все от стресса. Все от стресса. Потому что все-таки это тяжело, да? Да. А кто обидел так? Я приехал из Дисентуков в Санкт-Петербург. Перевелся учиться. И, собственно, это было 20 лет. И вот первая, одна из первых девушек в Санкт-Петербурге, с которыми начались отношения, она вот оказалась такой не совсем правильной по отношению ко мне. У нее с ней всегда что-то происходило. Да, это было... Что нужно было оплачивать. Рассказывайте. Это было женщиной несчастья. В принципе, все было отлично. И я был без ума от каких-то ее вещей. Она была очень озорная, веселая. Там все время какие-то движухи были. Но вокруг нее все всегда умирало, болело. Да, у нас было море историй. Например, одна из них, вот то, что действительно в какой-то момент она мне сказала, что родители попали в ужасную аварию. Мама при смерти, отец отвез ее на лечение в Германию. При этом до этого она мне говорила, что отец чертовски богат. А я парень из деревни приехал. Она говорит, у меня там отец очень богат. Я думаю, ну классно. Классную невесту себе нашел. Но не потому что, а просто потому что хорошая семья. Нет, нет, нет. Да это не плачет. Ну и оказалась вружка классическая. Но дело не в этом. Потом начались просто, типа вот папе не хватает, папа там не может свои дела какие-то завершить. Надо за него, чтобы ему где-то там что-то отгрузили. Ему нужно денег. Там чуть-чуть, немножечко. Ну окей, я нормально зарабатывал. И тогда, собственно, я давал ей это. Потом, ой, там маме нужно срочно лекарство перевезти. Папа там платежки неплохо ходит. Что-то банк не работает. Ну окей, переведем. Ой, бабушка в деревне заболела. Классика. Да, классика. 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 Я потом понял, какой я был вот реально... Просто классика. Я просто платил, платил и платил. Если ее заинтересуют вот именно эти платежки-неплатежки, тогда она клюнет на него. Мало того, она ведь не гнушалась ничем. Последней точкой стало то, что она себя оговорила, сказала, что у нее рак. Это вообще, это было вот... Вот представьте себе мое состояние, когда я начал ее подозревать во всех этих вещах. Я начал как-то пытаться дистанцироваться. И что ей осталось жить полгода? Да, и последнее, что она мне заявила, когда я понимала, что я начинаю понимать, в чем дело... С крючка срываться. Да, да, да. Она мне говорит, у меня рак, и мне осталось жить полгода. Но у меня был шок. Я реально не... Вот как можно... Вот я ложусь в постель женщиной... Никак не можно, это болезнь. Да, и она мне говорит, что она через полгода умирает. Да. Я прям, я действительно в это поверил. А ко мне такая невеста пришла. На четвертой стадии заболевания, груди нет. Она на меня потом еще в суд подала. Это никак не объяснить, это болезнь. Это называется «Бога не бояться». Да, я один раз решил проводить ее. Она сказала, что она проходит курс лечения в клинике в Санкт-Петербурге, ну, в больнице. Я один раз хотел ее проводить. Она всегда исчезала просто и уходила. Я один раз решил проводить ее до этой больницы. Я прошел с ней практически до конца, там, доехал до той метро-станции, которая нужна была. Вот, и когда уже оставалось там до этой больницы буквально там пройти минут 10 пешком или 5, она просто ни с того ни сего на улице устраивает мне истерику. Вот просто в том месте бьет мне пощечину, там скидывает руку, садится в тачку и уезжает. Вот. Я стою как дурак среди улицы. Непонятно вообще, что произошло моментально, вот за секунду. Я так, а как, что? Юрась. Да. Буратино давно читал? Да. Перечитайте. Не, ну, я знаю наизусть. Вот пока живут на свете вот такие буратино, да, как Юрась-то, будут такие же лисички, алиски. Ну, Лех, мне кажется, он на тебя похож, если тебе вот буратино. Не, не надо. Не надо мне вот этого уже, да. Ты не хочешь быть Киевым? Я не хочу Киевым быть. А ты не хочешь быть билетным шариком. Юрочка, а вы заместитель директора в какой-то хорошей компании. Вы в Москве живете? Да. А здесь в Москве что? Снимаете квартиру? Да, снимаю. В съемную пойдем, да? Ну, да, за своего мужчину, если он будет моим. А почему нет? Бывают такие съемные квартиры, прекрасные. Прекрасные. Ну, у меня есть по этому поводу... Гораздо лучше, чем ты можешь заработать, например, в своей жизни. У меня по этому поводу есть определенная мысль. Я не хочу покупать квартиру где-то там далеко за МКАДом, там, ну, где-то в глубине. Я считаю, что если я переехал из Сентуков в Москву, я должен жить в центре. Я живу в центре. Вот. Купить квартиру в центре, пока я на нее не заработал. Ну, понятно. Вот. Я считаю, что мужчина должен покупать квартиру, когда она будет составлять там, ну, не знаю, стоимость его двух-трехлетнего заработка. То есть, когда он просто может взять ее и спокойно купить. А не то, что залазить в долги, там, вынимать все, обнулять все карманы, там, занимать у друзей, брать кредиты. Это, ну, это путь не чемпионов. Юрочка, а я знаю, что вы недавно из Америки приехали. В воскресенье. А что там? И что там делали? Путешествовал. А у нас видео есть. Привет, дорогая. Это набережная Нью-Йорка. Это Кудронский залив. Я бегу к тебе. Я бегу к тебе из Нью-Йорка. Осталось всего лишь 9 742 километра, и я буду там. Москва, Первый канал. Давай поженимся. Беги за любовью. Я уважаю людей, которые уезжают на отдых, и вместо того, чтобы отдыхать, еще и бегают по утрам. Вот у меня было, видимо, не счастье. Юр, ну у вас еще была одна барышня, после нее тоже была любовь. Вы ее не изменяли, но на других девушек засматривались, то есть понимали, что это не ваше последнее. Ну да, там была ситуация какая. Я действительно ее любил, это были очень серьезные мои отношения. Я не изменял ей, и все было у нас замечательно. И задаривали подарками, и все было. Я был тогда молод, и я только вот постигал большой город. А, ну если тогда было давно, то давайте лучше к бонусам, которых у вас осталось два. Скелет в шкафу и... Давайте скелет в шкафу. Ну давайте скелет. Ой, бабник. Ну какие еще скелеты могут быть? Ой, это что такое? Сколько сердец у вас здесь. Ну что? А что это такое? Ну бабник, ну бабник. Сердцеед. Ой, мама. Понятно. Ну да, да, да. Юра, ну напулялся, нет так ощущения? А сколько этих сердец у тебя было? Много. Ну много это сколько? Ну что, он считал их, что ли? Джентльмены не... Ну хорошо, первого, второй сотни. Ну судя по сердцу. Форбс или... Судя по тому, что волос на голове нет, они все на чужих подушках. Больше сотни, да? А не выдохлились вы за этот путь тяжелый? Я же бегу за любовью. Нет, я не выдохся, я могу очень долго бежать. Хорошо, тогда сюрприз. Я же марафонец. Тогда сюрприз. Уже. Так как я очень много поездил, был в многих странах, я в каждой из них изучал некие традиции, как мужчины знакомятся, как мужчины делают предложения, как мужчины проявляют интерес к женщине. И вот о каких-то самых интересных я бы хотел рассказать. Первое – это Испания. Там мужчины делают так. Это значит, какая она красивая, какая она божественная. Но в принципе, этот жест используют наши мужчины там, где я вырос, на юге. Собственно, потом, например, можно нашу ручку? Нет, вот так. В Южной Африке, например, делают вот так. Сексуально. Наверное, для этого же. Этим самым мужчина говорит о том, что ему нравится девушка. Вот он показывает свое расположение к этому. Далее, например, ловите. Вот так вот в Болгарии предлагают руку и сердце. Мне нравится такой подход. Вот, класс. А в Эстонии держите кубик, бросайте. Его вот так подбить? Ну, можно так, там. Нет, вообще-то надо было кинуть, но ладно. Вот это значит, что завтра вы меня поцелуете. А-а-а. В Эстонии делается так. Классический бабник. Разве он в народном месте. Это Светлана кинула кубик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Ирина и Елена? Ну, он ответственный, добрый. Он спас девушку от рака. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам-то понравился свет? АПЛОДИСМЕНТЫ Завести в чапку. Ну, загорелась, потому что интересная личность сам по себе, цельная. Вот как вы про меня сказали, я могу про него сказать. Уверен, настоящий на ногах. С чувством юмора, видимо. Ну, а там жизнь покажет, насколько он ответственный вот именно. Насколько он готов сконцентрироваться и сфокусироваться именно на одной женщине, а не следить за каждой юбкой и стуком каблучков. А вы считаете, что это прямо вот так вот щелкой все и перестал на всех смотреть? Это только в интервью известных людей. Когда Гуляка говорит, ну, когда я встретил свою Зинаиду, все, я перестал волочиться за всякими Василисами, понимаете? Поэтому не знаю, не знаю. Клевая. Понравилось? Да, да. Невеста или вообще сама програла сама? Понравилось все, как бы у меня даже немножко в ушах почему-то там пульсирует. Мне кажется, что Юрий человек неплохой и что он созрел. Но правильно, если будете перед ним ходить распущенная, злобная, придирчивая, конечно, он вас оставит. А вы останетесь такой же легкой, приветливой, открытой, дружелюбной. Зачем ему будет нужен кто-то? А звезды? С одной стороны, Юрий продемонстрировал нам здесь все задатки, все повадки завзятого бабника и в улыбке, и в манере общения с вами это читалось. Но он не мог показать свою сокровенную водную Венеру, которая выдает в нем натуру ранимую и человека, который действительно ищет любви и ее хотел бы. Я считаю, что его можно и нужно выбирать смело. Да, при том, что руку на пульсе держать нужно всегда и со всеми, кстати говоря, а не только с теми, кто демонстрирует эти самые повадки бабника. Но мне кажется, что это тот мужчина, с которым и внешнюю силу вы можете получить, уверенность в себе, в своих словах, и одновременно достаточно большую чувствительность, умение с человеком эмоциями обмениваться. Рассмотреть стоило бы однозначно. Но у нас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Привет. Рад познакомиться с тобой. Ты очень хорошо выглядишь. Это тебе. Спасибо. Спасибо. Виктор, 36 лет. Техник в инженерной компании. Играет в футбол и каждое воскресенье с друзьями ходит в баню. Гордится своей самостоятельностью. Мечтает о крепкой семье. После женитьбы Виктор с головой погрузился в семейную жизнь. А его супруга так была увлечена работой, что даже в постели оставалась менеджером. Виктор, это была ее добрая воля работа или вы ее вынуждали денег не хватать? Нет, это была ее инициатива. Я бы вроде бы отказывался. Может быть, ей так было плохо в семье, что она хотела убежать на работу? Знаете, так бывает. Мою маму отчим покойность закрывал на ключ. Она в форточку вылезала. Представляете? Уезжала, закончила все немыслимые курсы. Там, повышение квалификации, университет марксизма, ленинизма. Потому что дома не хотела оставаться. Может быть, и с вашей женой такая же была байда? Ну, я согласен, на запертенье не проживешь. Да. Я там предлагал, есть варианты. Какие? Обсуждали. Какие варианты предлагали? Найдите это на 4 часа работа. Ну, конечно, общение нужно, потому что получается небольшой замкнутый круг. Был в браке. Да, один ты девственник у нас тут такой. Дома не хватало тепла, не ждал вкусный обед, бесконечно, не знаю, неуютно, все разбросано, хозяйка плохая, ребенок оретный, ребенки срываются. Ну, не сказать, как бы все там прям так все разбросано. Что вам под завязку, что достало? Ну, я вообще-то хочу приходить домой, не хочу приходить как бы в офис, да, там. Потому что она вроде как и работа еще брала с собой на дом. Вам вообще не уделяло времени? Ну, какое-то уделяло, мы прям так не будем говорить по-женскому. Ну, хорошо, а деньги-то приносило ощутимые все? А мне это неинтересно было. Или это был чисто интерес такой ее? Мне неинтересно было, сколько она даже зарабатывала. А ваших денег ей было достаточно? Ну, не знаю просто, как это. У каждого своя аппетита, да, то есть возможность. Нет, послушайте, никакая женщина, имея маленького ребенка, не пойдет кречет на работу, если муж ей дает хорошую котлету, которой на все хватает, понимаете? Никто не будет. Ну, столько я не зарабатываю, это однозначно. Просто то, что она зарабатывала, я с нее даже этого не требовал. А почему? Мне это даже неинтересно было. Вот скажите, почему? Ну, не знаю, просто, может, принципиальный я человек. А какая зарплата у вас, про какую зарплату мы говорим? 30 тысяч? Это про мою зарплату или про езды? Это про вашу, да. У меня официальная зарплата 11 тысяч рублей. 11 тысяч? Да. Я на них существую и живу хорошо. А как ребенка-то? Тогда много становится понятно. Не представляет даже. Ну, нет, я так думаю, что он дуркует, Виктор. Не дуркует, а официальная зарплата. На полном серьезе. Ну, официальная зарплата, алименты, и зачем ему сейчас сказать, что он получает, на самом деле, 11 миллионов, чтобы что, его завтра бывшее... Ну, что, по нему не видно, что он 11 миллионов. Ну, я не вижу, что 11 миллионов. Я с вами солидарен. Даже если зарплата... Мы просто пытаемся разобраться, с какого перепукта жена с грудным ребенком, когда полежать хочется, а не... Ну, почему с грудным-то? Почему с грудным-то? Я говорю, ребенок подростка. Если она вырастила девочку, имела возможность работать, а не сидеть дома или с другими мамами около садика, не курить и не рассуждать, бог знает о чем. Она старалась, работала, развивалась. Послушайте, да многие семьи так живут, пашут с утра до ночи. Ну, я их поздравляю. Не до большой любви. Я, например, так не хотел. Да, ну, как-то разбираются, как-то уделяют друг другу время. Как профессия у вас? Техника. Тогда человек говорит, дорогая, я хочу от тебя, и перечисляет следующее. Не просто, я не хочу, чтобы ты тут с документами на каблуках ходила, а говорит, слушай, давай так, чтобы я пришел, посуды не было, или чтобы я пришел, был ужин. И тогда будет мир и элат. Про посуду даже и гречни нету, как бы, да, это как бы, ну, все, она как бы умирала, как бы мыла, как бы, нет, с этим проблем нет. А как она, значит, она легко, легко согласилась на развод? Ну, думаю, что да. А дочери как объяснили? Ну, долго я как бы не прямо вот так вот взял все и разорвал. Подумал, конечно, ну, говорил там с дочкой по поводу этого, что мы с мамой решили отдельно пожить. Ну, конечно, она задавала вопросы, а как это? Я говорю, ну, так, вы там в своем доме, я в своем. Вы сейчас видитесь? Да, очень часто я ее вижу. А с женой в каких отношениях? Ни в каких. Я не хочу с этим человеком общаться. Мне кажется, его еще тянут в прошлые отношения. Я, конечно, не знаю, сколько лет они уже расстались. А вы проживаете в Люберцах, да? Я, да. У вас квартира с родителями. Ну, да. А, соответственно, Светочка, она только на территорию мужа. То есть мы к вам. Ну, если мы со Светой сойдемся, мы решим этот, я думаю. Не, не, да как вы решили? У вас зарплата 11 тысяч. Да. Понимаете? Снять вы не сможете. Вот не поверите, мне хватает. Скажите, с бывшей женой где жили? На какой территории? На моей. То есть с родителями, да? Ну, ничего же, мы же как-то жили. С родителями. Да, и ребенок у нас был, как бы, и то, и того, ничего страшного. Да, вы послушайте, большинство семей так живут. У нас пол России так живет, а вот такие вопросы тут стоят. Для вас это что-то странное. Послушайте, я как раз на вашей стороне. Спасибо. Я же озвучу пожелания невесты. А в следующем браке для вас важно, чтобы супруга не работала? Чтобы вот эта история не случилась? Нет, в данный момент уже как-то не столь важно. Может, я такой был придирчивый слишком вообще. А что в женском характере цените больше всего? Она какая должна быть по характеру? Идеальная жена? Мягкая, наверное. Если что, все идеальные жены на сайте двоеточка.тв. Светлана, у вас остался один бонус, семейная тайна. Хотите узнать? Да. Есть такая семейная тайна или семейная традиция? Ну, семейная традиция, конечно, есть. Как бы по воскресенью всегда у нас почему-то на завтрак был омлет. И как ни странно, я тут услышал только недавно про сосиску с горошком. Про сосиску? Ваши мысли совпали. А вы любите сосиску с горошком, а омлет? Да. А омлет не слышал? Как здорово. Давай сюда. Какой молодец. Первый раз в программе, когда мужчины кормят у нас невесту. Ну, это очень трогательно. Насчет конкурентности я бы, конечно, поспорил. Спасибо большое. А образование какое у нас? Девять классов. А, то есть у нас нет высшего, да? Все такие, о-о-о. И я все время тоже удивляюсь. В конце концов, все говорят, кто-то высший получает, кто-то не высший. Правильно ли? Конечно. А техник инженерной фирмы? А что делаем? Сантехника, наверное? Это я для себя. Сантехник, не сантехник. Ну, надо было сантехника сделать. Ну, руки-то заточены, да? Знаем, как все прикрутить, привинтить. Ничего течет у нас не будет. И с головой тоже. Ну что, Люберецкий, приготовили сюрприз-то? Почему так прям сразу резко? А мне нравится. Сюрприз приготовили? Да, есть, конечно, небольшой сюрприз. И мне нужно. Спасибо. Света, я всегда хожу по воскресеньям в баню. Уже много-много лет. Вот такой вот тебе букет. Спасибо. Надеюсь, там найдешь сюрприз. Угу, вижу, вижу. Молодец, какой затейливый. Можно сейчас посмотреть, можно. И сюрприз не просто. Сама. Ух ты! Я не могу. А это так какая. Могу помочь, кто-то примит. Крепочку подарили. Вот тебе и простой Люберецкий парень. Вот как надо было заходить. Да. Драгоценности. Какие-то кубики кидают, там, яблоки. Молодец. Пометил. Окольцевал. Территорию. Спасибо. Порадовал. Спасибо большое. Парни, забирайте своего товарища и в свою комнату. Спасибо. Молодец, что веничек забрала. Пока. Спасибо. Да не веник, мне, что твой веник тоже. А, ну видишь, какой затейничек-то. Хорошая. Просто прекрасная цепочка и прекрасный подарочек. Вот наши. Ну что, девчонки, скажите. Сначала он мне показался каким-то достаточно грубым, резким, дерзким. Вот. Но потом я, возможно, взглянула на него с другой стороны. Я думаю, что он ждал нападок от нас, поэтому встал вот в такую позицию. Защищался. А так, вполне неплохой кандидат, можно рассмотреть. Он ироничный. Конечно, он гонит и по поводу 11 тысяч. Видно по нему, что он соображающий, он хорошо одет, он остроумный. И сразу столько знаков внимания. И накормил. Да. И веник. И золото, бриллианты. От Люберецких еще никто не уходил. Мне кажется, вот если к такому парню найдешь подход, получишь в ответ столько нежности, столько внимания. Просто не провоцируйте. Не провоцируйте. Я думаю, конечно, были проблемы в той семье, потому что командир полка никому не нужен. Договоритесь с Виктором, все может быть. Роза, а тебе как? Мне тоже, Виктор, понравился. Это вот наш российский мужчина, который заточен под российскую жизнь. Что нам там? Европа, не Европа. Да, у нас, кому что нравится. Да, он будет говорить. Молчи, женщина, твой день 8 марта, как говорится. Но при этом последнее слово всегда будет за ним. И если вы опять правильно будете себя вести, ну, я имею виду правильно поставить вот эту вот женскую, то последнее слово, конечно, будет за ним. И оно будет, да, дорогая. Эта история в его жизни, к сожалению, к несчастью, вообще никак не показательна. Он любит женщин нежных, трепетных и просто выбрал очень-очень молоденькую особу, которая, родив ребенка, изменилась. Ну, просто в силу того, что женщины и мужчины в каком-то возрасте меняют. Мы все взрослеем. Он сам сейчас признает уже, что не в работе проблемы, дома было убрано, как он сказал, все было в порядке. Это не хозяйственный вопрос, конечно. Просто она оказалась человеком ненежным, вероятно. А его Венера в рыбах, и такие мужчины любят женщин-рыбок с точки зрения нежности, тонкости душевной какой-то. Ему нужно было действительно то, что он называет словом «поговорить», нужно было ощущение душевного родства. Неважно, взяла она работу на дом или нет, и неважно, там, кофе или чай ему подносят. Не, Вить, ну ей тоже горошек понравился, правда. Я бы сам бы сконячил, я бы думал, почему одну вилку принесли. Елена, кого вы советуете? Я думаю, что Светлана сделает... Она сделает свой выбор, я к вам обращаюсь. Вы пришли свать ей. Мне кажется, ей будет интереснее с кандидатом номер два, с Юрием. Спасибо, Елена. Я бы тоже советовала бы Юрия. Мне он больше понравился. Конечно, я вас вижу в паре с Юрием. У вас при нем будет и спинка пряменькая всегда, и глазки будут гореть. Для женщины это очень важно в браке. Всегда иметь желание нравиться, потому что опасность будет где-то рядом. С Виктором вы расслабитесь. Лясь-Мазясь начнутся, вы просто расслабитесь, себя потеряетесь. Поэтому к Юрию. Хотя парни все, все прекрасные. Я думаю, на них будет много отзывов, и Виктор еще к нам придет. Ну, если вы к нему не пойдете. Но я думаю, Юрий. Юрий. Розалия. Ну, здесь тоже вопрос выбора. Но выбора какого? То есть, если выбираете Юрия, то, в принципе, вначале с легкостью, потому что влюбчивость, все вроде как подходит. Но потом стараться придется и все время это балансировать, в общем-то. А я, конечно, больше за Виктора. Почему? Потому что здесь вам придется себя уговаривать. Ну, где-то закрыть глаза на внешность еще, на что-то и так далее. Вложиться в него. То есть, ну, направить его, что, может быть, и учиться. Может быть, не институт, а техникум какой-то по специализации. То есть, ну, какие-то свои. Но зато потом спокойно будете иметь рядом человека преданного, умного, хорошего, доброго. И такие вот, как наши российские семьи, живут по 40-50 лет и так далее. То есть, вот сами выбирайте. Но мне Виктор больше понравился. А звезды? Я сейчас ощущаю страшную угрозу. Ты очень не любишь, когда я никого не рекомендую. Я не могу вам никого порекомендовать из сегодняшних женихов. Разумеется, вы выберете, выберете на свое усмотрение. Но я не уверена ни в одном из них железобетонно, чтобы их рекомендовать. И скорее здесь не сложатся пары. Для того, чтобы как-то подсластить это свое мнение, я хочу рассказать нашим зрителям о том, какие даты для брака, для свадьбы стоит выбрать в 2016 году. Мне прямо как раз накануне Нового года, когда он еще только собирался вступить в свои права, часто задавали вопрос. А что же високосный год? Ну что же, вообще нельзя выходить замуж или жениться? Правда ли, что это неудачно? Нет, неправда. Во-первых, выходить замуж и жениться в 2016 году надо. И могу сказать, что моя личная практика и мировая статистика говорят, что браки в високосном году такие же крепкие и долговечные, как и в остальные годы. Ну то есть они ничем не хуже, скажем так. Поэтому только високосность года не является показателем. Но, к сожалению, в 2016 году очень мало дат, которые были бы удачными для всех. И, конечно, если вы не можете выбирать лично для себя, со специалистом дату брака для себя по своему гороскопу, то ориентируйтесь, пожалуйста, на вот то небольшое количество дней, о которых я сейчас скажу. Это дни 5, 6, 9 июля или 6 декабря. Вот это те дни, которые в целом универсально подойдут, ну, фактически любой паре. Я думаю, вы сделали свой выбор, он правильный. В любом случае, мы вас поддержим, а вы проходите. Я думала, вы на завтрак, яичница, сосиски и золото. У вас же есть золото. Давайте посыпаем. Можно, можно, конечно, да. Хочешь? Платить. Ой, мама. Это действительно лакшери. Это лучше, чем по клубам в Москве. Я предлагаю всем выйти и поддержать Светлану. Привет, Юрий, я с чемпионом. Привет. Начнем жизнь с чистого листа, так? Я очень рад. Очень круто. Надеюсь, я сделала правильный выбор. У нас есть пара Светлана и Юрий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, проженимся. Удачи, рада за вас. Спасибо. Спасибо.